20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Торжественная обстановка, классическая музыка, таинственные маски. На один вечер участники бала погрузились в атмосферу прошлого. Программа вечера состоит из трех частей. Танцы эпохи Возрождения, барокко и 19 века. В этот раз основной стала тема любви. На сегодняшнем балу у нас ниточка любви протягивается от эпохи к эпохе и, соответственно, это будут экранизированы, так скажем, на нашем мероприятии истории знаменитые любовные. Мы не за то, чтобы делать реконструкцию каких-то эпох, мы за то, чтобы культуру того времени внедрять в нашу современность. Мы делаем акцент только на самих танцах. Особый подход к организации бала – задействовать всех без исключения гостей. Есть танцы, которые легко исполнить на месте, но есть и те, которые требуют специальной подготовки. Перед балом в течение двух месяцев идет танцевальная подготовка. Участники и участницы приходят и изучают танцы всех эпохи. Вальсы, кадрили, катильоны, контртанцы. Мы студенты Института культуры, хореографического факультета, и историко-бытовой танец – это одна из дисциплин, которую мы изучаем. Более предпочтительны для нас кадрили, потому что очень долго мы их изучали, и очень они нам полюбились. Пышные платья, парадные мундиры. Без всего этого праздник не стал бы столь атмосферным. Кстати, выбор нарядов – это отдельное событие, причем не менее эмоциональное. Это платье балерины из балета «Золушка». А у меня с детства была мечта быть балериной. Мне казалось, что по комплекции я совсем не подхожу. И тут на меня нашло платье балерины. Это был такой восторг, я уже не хотела никакого другого платья, поэтому я была счастлива. Я это платье не подбирала, оно ждало момента, когда наступит у нас в городе такое мероприятие, куда его можно одеть. Четыре года оно висело в гардеробе, оно участвовало в замечательном конкурсе. Платье города было одной из номинантов, и вот, в общем, нашла ему применение такое платье «Золушки». Если одни гости реализовали свои детские мечты, другие подошли к созданию образа с точки зрения исторической достоверности. «Королевы именно ходили вот в таких платьях, вот с такой прической, придворные ходили вот в таких прическах, вот в таких платьях. То есть я максимально подошла к этому вопросу, серьезно». «Это мундир офицера 18 века, стилизованный, конечно, не совсем полностью, потому что он выходит, этот мундир, на сцену оперного театра». Как и в 18 веке, в наши дни танцы на балу – это игра, повод для флирта и способ познакомиться с приятными людьми. А еще это возможность перенестись во времени, проведя вечер без телевизора и соцсетей. Первый месяц весны – время познакомиться с модными тенденциями сезона лично. О том, что будут носить в ближайшие полгода, какие линии, цвета и фактуры будут актуальны, смотрите прямо сейчас. Весна многих стимулирует на перемены и смелые поступки. В преддверии нового сезона наступает лучший момент для обновления или даже полной смены своего образа. Тем более, что дизайнеры предлагают не просто актуальные цвета и силуэты, но и буквально погружают нас в атмосферу экзотических стран, знаменитых курортов, легендарных городов мира. Часто о той или иной местности мы узнаем из самой коллекции. Если география была где-то далеко, через путешествия, через книги, но также через уже созданные дизайнерами коллекции. Последняя коллекция в Виапе, этот бренд у нас на эксклюзиве, она называется «Каникулы в Портофино». Чем дышат жители этого города? Почему так выглядит коллекция? Почему яркие лимоны? Почему яркий синий цвет? Яркий белый цвет? Название коллекции, философия, объяснение. Почему в этом направлении? И, конечно, кто увлекается историей, географией, они это быстро считывают. Путешествия от Нэшвилла через Нью-Йорк, каникулы в Портофино. Голубое слияние у нас на Средиземном море происходит. Коллекции в магазинах масс-маркетов отшивают по принципу «чем больше, тем лучше». Поэтому там дешево, а в результате по городу ходит много девушек в одинаковом. Альтернативный вариант – магазины, концепция которых – разнообразие, небольшие тиражи, расширенный размерный ряд и оптимальное соотношение цены и качества. Часть брендов, их около 15, они на эксклюзивных правах. Что такое в миллионном городе иметь бренды на эксклюзивных правах? Естественно, в размерной линейке получается изделие одно на размер. И по абсолютно средней цене за хороший продукт приобретается эта эксклюзивность. Потому что очень трудно встретить в миллионном городе своего же размера девушку в той же коллекции каникулы в Портофино. Коллекций очень много. Если 40 брендов по 5 коллекций в сезон, вот около 200 цветовых тем приходит в сезон. Каждая девушка знает, что намного проще купить платье на выход, чем джинсы по фигуре. Однако есть такие бренды, которые умеют угодить поклонницам Денима вне зависимости от их комплекций. Категория джинс, она давно уже трансформировалась в брючки-пятикарманники различных цветов. По старинке их называют джинсы, но это уже джинсы городского стиля, они имеют другие цвета. Они могут быть не выварены, они могут не иметь таких швов. Уже там много эластана. Цветовая гамма, я даже в виде исключения не могу сказать, какого цвета нет. Цвета присутствуют все от белого до черного, палитра вся. В новой коллекции присутствует особая нить эластана, которая возвращает форму джинс в течение дня. То есть их не надо стирать, чтобы они приобрели первоначальный вид. Не вытягиваются колено, при этом ткань очень хорошо себя ведет в летнее время, в жару. Весенний период – лучшее время для модных экспериментов. Однако не забывайте подходить к обновлению своего гардероба рационально. Важно не просто купить очередную футболку, а сделать себя новой, лучшей и привлекательной. Сеть салонов европейской одежды «Априори» поздравляет женщин с праздником весны. В честь 8 марта дополнительные 8% в карте на все новые коллекции. У нас море новинок. Размерный ряд с 42 по 60. Сеть салонов «Априори» – проспект Ленина, 71, труда 166, ТРК «Горки», 2 этаж. Администрация города Челябинска и имидж-клуб «Светлана» приглашают 26 марта в оперный театр на 20-й фестиваль моды «Платье города». В программе – дефиле VIP-персон. Коллекции лучших дизайнеров, а также гости фестиваля – Зухра Солохуддин и Сергей Сысоев, город Москва. Не пропусти главное модное событие – билеты в городских зрелищных кассах. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на «Сони Кривой-30» и «Пушкина-65». Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Высокая мода представляет на подиумах далекие от реальности драматичные образы. Невероятные макияжи и прически, ставя наше представление о том, как это использовать, в тупик. Как перенести все это в повседневный гардероб? В рамках мастер-класса «Интеграция моды в повседневность» рассказывают стилист-парикмахер Николай Давыдов, стилист гардероба Мария Занько и визажист Наталья Богданова. Все, что появляется в мире моды, это все то, к чему человек уже потенциально готов и где-то это уже было задействовано. Идея ностальгии, насколько она вообще присутствует сейчас везде и как легко продавать вот эти вот чувства, связанные с прошлым. То есть, по сути, это вот тот же самый момент. Но все равно, ведь тот же леопард, он не обязательно в таком же виде, как в прошлые времена. Всегда появляются какие-то интерпретации и новые решения. Ну, например, леопард может быть уже не столь натуральным, сколько уже там ярким, в неоновую сторону. Тенденция цвета, она ликует и аплодируемые ей стоя. Она набирает обороты. Это позволяет обыденным просоткам, модницам очень легко совершить макияж в действиях доступных, в домашних условиях, да. Это немножко облегчает возможность не обратиться к примеру визажисту профессиональному, а понять технику и только лишь следить за тенденцией моды, как в стиле образов цельно, как в окрашивании, в стрижках, так же и в макияже. В моде целых три десятилетия, и там довольно много всего. То есть мы взяли для себя самых интересных для нас направления и показали их. Если бы мы говорили обо всем, что сейчас актуально, я боюсь, что нам бы дня не хватило. Поэтому индивидуальность, она и поддерживается этим, потому что взяли такой огромный отрезок времени и сделали его одним большим трендом. Публика в зале подготовленная. Среди слушателей мастер-класса в основном профессионалы в индустрии моды. Когда ты смотришь на людей, которые вот сегодня можно увидеть, очень много интересных, красивых, современно одетых, стильных людей. Наши коллеги из других городов отзываются именно так. Говорят, что Челябинск довольно-таки модный город. Цикличность — это как стабильность, потому что можно жить в один период времени, носить одно, потом через некоторое время мы возьмем что-то оттуда и привнесем. Но все равно это будет новое. Это будет интерпретирование, но не будет повторяться, потому что если рассмотреть те 80-е, те 90-е, может быть, тогда не было еще столько предложений и таких технологий, как сейчас. Поэтому я за цикличность. Мы хоть и дизайнеры, мы любим создавать что-то новое, потому что у нас очень большая конкуренция, и мы обязаны что-то новое создать. Но, несмотря на это, мы прибегаем тоже к этим, так сказать, возвратам временным. Я читаю журналы, еще в Инстаграме я подписана на разные аккаунты модные и слежу, что там выкладывают, и слежу, что там говорят. Мне теперь понятна тенденция, куда двигаться, на что обращать внимание и где черпать вдохновение. Профессионалы рассказывают о своем опыте, о том, что сегодня модно, о прическах и о макияже и об одежде. Все в целом, конечно, это цельный образ, который необходим каждому человеку. Современная мода, хоть и ностальгирует по прошлому, все равно строится на провокациях и вызывает массу противоречий. В ней много самоиронии, размытые гендерные границы, нет четких правил, что актуально, а что нет. К тому же прижилась дисгармония. Все это не так просто понять, а тем более принять. Именно поэтому так важно общаться с профессионалами, чтобы идти в ногу со временем. Есть масса способов бороться с накопившейся усталостью. Главное, стресс не заедать, поскольку это, как известно, порочный путь. А вот идея спа или ароматерапии по-настоящему свежая, актуальная и эффективная. Как все это выглядит на практике, смотрите прямо сейчас. Современная жизнь с ее динамикой и стрессами – главная причина необходимости отдыха в формате спа. В наши дни спа – это не просто массажный кабинет. Это совокупность методик, секреты красоты, собранные со всего мира и проверенные веками. Со спа-индустрией будущее пророчат ведущие специалисты на мировом рынке, что человеку уже не хватает даже банального массажа перезагрузиться. Вот эта застрессованность постоянная, мы ее даже не выпускаем наружу, не проживаем. И вот эти зажатые эмоции сейчас все изучают психоматику, то есть она у нас превращается в наши болезни. Тактильные ощущения, прикосновения, что тоже нехватка. В нашем мире гаджетов и общения онлайн здесь ты встречаешься с человеком. Свет, музыка, атмосфера, сервисное обслуживание, вплоть до мягкости халатов – это все влияет. То есть человек от этих мелочей перезагружается, он действительно чувствует себя отдохнувшим. Вода исцеляет и омолаживает. Именно поэтому принимать ванны так любили и короли, и султаны, и императоры, и даже боги. Нам бы казалось, в ванне полежал 15 минут, и какой там эффект. Но эффект потрясающий, потому что в древности даже использовали пантовые ванны только для императорского состава. То есть это не было доступно простым людям, настолько была ценность в этих ваннах. Понятно, что стандартно молочные ванны, арома ванны, то есть травяные ванны. Но сейчас мы завезли ванны к себе в спа-меню. Это мораловые ванны. Нормализирует сон ванны, поднимает иммунитет. Очень хорошо справляется, улучшает репродуктивную функцию. Половое влечение. Женщины расцветают по своим гормонам, и мужчины. Еще современные спа – это возможность, не выезжая из города, стать ближе к природе. Конечно же, мы нацелены, чтобы каждое мгновение, каждое действие внесло здоровье человека. Поэтому мы используем все натуральные компоненты. Хотя они тоже дают какую-то свою аллергию. Мы, конечно, ароматесты проводим людям. Они у нас заполняют в обязательном порядке анкету, чтобы мы знали, какие у них есть предосположенности. Несомненное достоинство спа состоит в том, что массажист – это не просто профессионал в области мануальной терапии. Это творец, который своими руками может заново открыть нам этот мир и вернуть внутреннюю гармонию. Мы дорожим здоровьем. Нам важно, что наши все специалисты понимают и разбираются в анатомии. Имеют чувство такта. С некоторым гостям нужно поговорить, с некоторым гостям не надо разговаривать. То есть мы стараемся учитывать настроение гостя и максимально создать условия, чтобы он здесь отдохнул, чтобы его ничего не тревожило. Еще одна интересная фишка – солярий с колотеновыми лампами. Колотен сочетает эффект оздоровления кожи с дополнительной системой обогащения организма витамином D. А это профилактика целлюлита, атонии и сухости кожи. Бешеный ритм жизни, нагрузки на работе, плохая экология. Неудивительно, что жители мегаполисов живут в постоянном стрессе. Именно поэтому спа-комплексы так популярны. Ведь всего за два часа можно восстановить душевный баланс и физическое здоровье. Массажи народов мира. Спа-медитации. Арома-ванны. Колотеновый солярий. Чайные церемонии. Все секреты восстановления здесь. Этно-спа. На Академика Королева, 31. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга, 44. 13 марта с единственным концертом в Челябинске выступит знаменитый музыкант, искусствовед, педагог и просветитель Михаил Казиник. В программе «Я обнимаю вас музыкой» принимают участие Татьяна Тутынина, виолончель, Вячеслав Зубков, фортепиано, Борис Казиник, скрипка. Концерт состоится в учебном театре Института культуры. Билеты в касса города. Все сюжеты «Бьюти Тайм» можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!